друзья всем привет с вами димас и будем сегодня для вас готовить сезонное блюдо достаточно всеми любимое особенно советском союзе все любили ну и сейчас как бы люди еще как бы остались живы с тех пор и помните эти рецепты я сам полазил посмотрел по гостам советским сегодня будем делать кабачковой икру такой кабачок у нас нас два будет такие большие достаточно уже переростки но при этом они свежие ну наверное они уже будут семечками мы почистим это ничего страшного как бы так же нам понадобится для этого блюдо лук репчатый морковка соотношение наверное 1 к 6 примерно то 1 к 7 томатная паста как бы любая любая томатная паста лучше хорошего качества перец молотый черный также соль понадобится у меня тут миксованная такая крупная мелкая любая и сахарный песок все для этого и больше ничего не надо ну и масло растительное мы будем в процессе на нем жарить такое масло можно это все сразу провернуть через мясорубку через ручную как вот раньше делали я имею ввиду кабачки но мы будем бандеровать потому что у нас блендер есть вот так что приступим и все будем чистить наши кабачки обычно овощи резкой овощи чисткой точнее достаточно молодые кабачки чистится легко ну все дальше все нарежем увидите ну смотри друзья мы нарезали полукольцами наш лук натерли на на крупной терке и морковку вот можете это все отдельно спассеровать ну в принципе роли не сыграет все сейчас идем это пассеровать нарежем наш кабачок ну вот поставили на комфорку лук морковку и добавляем масло где-то 100 миллилитров примерно чтобы спассеровалось все оставляем до готовности и идем кабачок начну навязать дальше кабачок достаточно крупный присутствуют зерна ну лучше от них избавиться но посмотрим сейчас что будет в принципе они перемолятся и ничего страшного не будет достаточно твердая субстанция я не буду ничего это убирать они еще молодые зерна ну как в огуречках молодых там можно сравнить так что можно с ними прям перемолоть если у старые кабачки то да можете их убрать а тут мягкие зерна не видите все подвержены легкому нажатию они уже выдают сок так что этот молодой кабачок и можно его использовать такими вот дольками нарежем как бы все все равно измельчится сейчас мы положим пассеровать он тоже очень сильно воду даст и размельчится мгновенно так что как бы это не критично молодые семена зерна они очень полезны в пищу так что смело использовать вот так же я добавил чеснок 3 зубчика буквально для аромата чтобы не приборщить и чтоб не чувствовался в этом лёде и все пассеруем с готовностью обжарили 2 морковь пассеровали достаточно хорошо и теперь подожки обжариваем чайную ложку перца столовую ложку соли с горкой на зависимости от объема потом уже подсорить или подсластить сахар-песок тоже столовая ложка и где-то примерно 4 столовые ложки томатной пасты опять же посмотрим потом как она у нас по цвету будет красивая нет еще добавим и все перемешиваем и тушим томатная паста сейчас немножко поджарится потушится кабачки дадут сок не солил когда обжаривал потому что сок нам не нужен при обжаривании все при тушении пожалуйста сок будет выделяться из-за этого и посолил и сахар добавил так что тушим до готовности до полного размягчения или как там супер блогеры говорят тушим пока не затушим и тому подобные какие-то выражения ну короче до готовности делаем и потом уже блендеруем друзья смотрите вот так спассировалось ну минут где-то 15-20 томилось все это воду не добавлял просто на медленном огне и сейчас блендеруем уже и по баночкам раскладываем друзья ну вот смотрите я блендернулся цвет замечательный добавил где-то 150 миллилитров воды чтобы мне удобно стало это все делать потому что все таки без воды тяжело это блендеруется воды добавил и все как бы в процессе у нас это и добавил где-то чайную ложку яблочного уксуса чуть пикантность придать и самое главное не забудь эту меру предосторожности когда вы делаете такие вещи старайтесь все добавить уже заранее ну как бы соль перец это не главное да вот именно всякие другие ингредиенты добавьте заранее чтобы вот такую смесь не кипятить потому что вы знаете кто сталкивался с этим вулкан вулканообразие вот это которое возникает когда пюре что какое-то вы кипятите это ну очень чревато ожогами сильными любых частей тела так что будьте внимательны и попробовал все на вкус отлично сейчас вот будут баночки закрывать цвет прекрасный просто супер кабачковая икра ну смотрите вот такая получилась у нас прекрасная кабачковая икра на вкус попробовал замечательно чуть понастыло сейчас вот на хлебушек намазал ну вот у меня двух кабачков получилось и маленькие баночки вот одна побольше получилось но я так сделал самим съесть чуть-чуть и угостить еще будет нас кабачков но все делается просто элементарно несколько ингредиентов так что все попробуем как на вкус нас целый вообще замечательно как в детство попал замечательный вкус кабачковой икры для вас сделал так что кому рецепт понравился смотрите видео лайки ставьте дизлайки комментируйте если вы тоже что-то делаете подобное так что всем приятного аппетит с вами был димас руки пока пока увидимся на канале